Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим кекс 3 желания. Для приготовления нам потребуется 150 грамм масла, 150 грамм сахарного песка, 4 яйца, 20 грамм мака, 50 грамм измельченных орехов, 20 грамм какао-порошка, пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм и 300 грамм муки. Тесто готовится очень просто, ничего взбивать не надо. Смешиваем яйца, сахарный песок и мягкое сливочное масло. Если масло у вас не мягкое, его можно растопить и смешать. Все хорошо перемешиваем обычной лопаточкой. Взбивать миксером ничего не надо. Должна получиться однородная масса. Добавляем всю муку, добавляем весь разрыхлитель и все хорошо перемешиваем. Перемешиваем в однородную массу. В итоге вот такое тесто должно получиться. Делим его на три части. В одну часть добавляем грецкие орехи, мелко порубленные. Все перемешиваем. Во вторую часть добавляем мак. Добавляем обычный сухой мак. Предварительно замачивать его не надо. Тоже все перемешиваем. В третью часть добавляем какао-порошок. Перемешиваем все с какао. В смазанную маслом чашу мультиварки выкладываем тесто в любой последовательности. Выкладываем и разравниваем. Следующий слой выкладываем поверх первого. Я выкладываю слой с орехами. Также аккуратно распределяем. Осталось выложить третий слой. Также поверх аккуратно выкладываем и распределяем. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечка. Один час. Для этого добавим время. Нажимаем старт. Прошел час. Вот такой кекс получился. С помощью зубочистки проверим как он пропекся. Видите зубочистка сухая. Отключаем подогрев и будем доставать. Достаем кекс с помощью корзины пароварки. То есть просто переворачиваем на нее. Сам кекс получается в меру высокий. Вот так он выглядит с обратной стороны. Если делать верхний слой шоколадный, то есть шоколадный слой сверху, тогда можно ничем кекс не украшать, а подавать его вот в таком виде. Давайте посмотрим как сам кекс выглядит в разрезе. Вот так выглядит кекс в разрезе, как вы видите. Вот такой красавчик получился. Все три слоя хорошо видны. Маковый слой, слой с орехами и шоколадный корж. При желании можно одну из начинок заменить на изюм, цукаты или чернослив. Получится тоже очень вкусно. Сам кекс получается в меру сладким. Для любителей более сладкой выпечки можно увеличить количество сахарного песка. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!